15 часов 5 минут в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Это Финам.ФМ. Мы начинаем ежедневный большой двухчасовой интерактивный канал «Реальное время». В этом часе у нас гости. В следующем часе у нас итоги дня. Я сегодня выбрал три темы. Как мне представляются, они крайне важные. Первая тема начнется только в дня. Первая тема будет коррелировать с тем, о чем мы будем говорить. И в этом часе осень 2012. Выборы, которые показали, кто есть кто. В следующем часе моими собеседниками будут Олег Шахов, избранный мэр подмосковных химок. И Владимир Рыжков, сопредседатель партии РПР «Парнас». Вторая тема. В итоге в школах России запрещают ходить в хиджабе. Но я думаю, что многие из вас уже знают эту ставропольскую историю. Стоит ли подчеркивать свою религиозность? Я пригласил двух экспертов по этой теме. Они будут в следующем часе. И культурная столица России теряет культуру. Марат Гельман будет на прямой связи со студией «Финам.ФМ» в конце следующего часа. Поговорим о происшествии, которое охарактеризовал нынешний питерский губернатор, как жлобство отдельных граждан культурной столицы. Речь идет о, как мне представляется, действительно не очень приличных вещах, которые граждане, наверное, имеют право, но тем не менее адресуют в адрес премьера и президента. И вот последняя история с визитом Медведева, в общем-то, в родной его город закончилась, в общем-то, скандалом. А до этого подобные выверты были в адрес президента Путина. С чем-то связано, почему люди так реагируют на проезд просто кортежей? То есть там даже не выступление, ничего, а вот уже идет реакция. И это северная столица, которая действительно славилась своей культурой. Вот об этом в следующем часе. А в этом часе итоги региональных выборов в России. Реальное время на Финам.ФМ Представляю гостей по часовой стрелке. Владимир Милов, лидер партии «Демократический выбор». Владимир, добрый вечер. Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы России, член фракции «Единая Россия». Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. И Вадим Соловьев, депутат Государственной Думы России, член фракции КПРФ. Вадим Ратвить, добрый вечер. Добрый вечер. А напомню для вас, уважаемые слушатели, свои мнения о прошедших выборах вы можете направлять на наш портал финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть можно слушать и смотреть. Кроме того, к вашим услугам наш многоканальный телефон 6510996, код Москвы495 для звонков. И также можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере. Да, я его подключил. Можете и туда также направлять свои мнения и вопросы. Вот по итогам региональных выборов единого дня голосования, который был накануне 14 октября в Российской Федерации. Вот я предлагаю сейчас каждому высказаться буквально по полторы минуты, да, лаконично, четко высказать свое мнение о прошедшем голосовании. В сухом остатке. Владимир Милов. У меня две новости. Одна хорошая, одна плохая. С плохой. Давайте с хорошей сегодня. Потому что сейчас идет такой какой-то вал непонятного пессимизма, что вот Единая Россия там якобы с треском победила, оппозиции проиграла. Ну, разумеется, это не так. Молчи, повыше микрофон, если можно. Разумеется, это не так, потому что оппозиция очень сильно увеличила свое представительство в тех региональных местных органах, которые выбирались. Скажем, в Урлашу, в Ярославле удалось провести там всех, кого он хотел по своему списку. Много других регионов, где, да, много других регионов, где Единая Россия получила очевидно меньше 50%, иногда такие даже обескураживающие результаты. И есть, конечно, где там какие-то были крупные победы, но таких регионов совсем мало, и они известны таким брутальным админресурсом. Так что не все так плохо, хотя вот плохая новость состоит в том, что, конечно, оппозиция выступила слабее, чем хотелось бы. И во многом тот момент, который был год назад во время думской кампании, он оказался утерян. Вот этого сотрудничества системной и несистемной оппозиции в таком широком формате, который был год назад, его не было. Многие из несистемной оппозиции ушли в какие-то свои интернет-игрушки, вот эти всякие координационные советы там и так далее. Число сил, которое реально занималось выборами, было ограничено. Резко схлынул интерес со стороны вот независимых гражданских наблюдателей, например, этих людей, которые вообще были готовы агитировать, участвовать в кампаниях. Хотя, честно говоря, вот еще раз возвращаясь к оптимизму, это все не фатальный характер насилы, и такое бывает каждый раз после федеральных выборов, когда там опять выбирают Путина, у людей наступает разочарование. Не худшие масштабы это приобрело в этот раз, хотя, конечно, хотелось бы выступить лучше, и мы разочарованы многими. Владимир Милов, Демвыбор, Владимир Бурматов, Единая Россия. У меня тоже две новости. Значит, первая хорошая. Для нас, безусловно, для Единой России эти выборы — это победа. Мы сделали выводы из той кампании, которая была в декабре. Она нас многому научила. Ряда ошибок нам удалось в этот раз избежать. Не всех. Но мы выступили гораздо лучше. И тот результат, который показала Единая Россия в этот раз, это, во-первых, безусловная победа. В ряде регионов, я в первую очередь о выборах губернаторов говорю, наших кандидатов от Единой России, там результат за 70 и за 60%. А, значит, там, где выбирали городские собрания и региональные ЗАГСы, там тоже неплохой результат. Но, безусловно, для нас это говорит лишь о том, что мы нащупали правильный вектор работы. Мы вернули себе большие города, чего давненько уже не бывало. И мы поняли, что тот тренд на открытость, который был взят, он был взят не зря, потому что средний класс мы начали себе возвращать. Мы начали городские среды себе по чуть-чуть пока возвращать. Немножко с интеллигенцией начало получаться работать. Но мы находимся в начале этого пути, и мы понимаем, что тот результат, например, который получил Кожемяка, губернатор, он гораздо выше, чем в ряде регионов получила партия. И, значит, где-то мы недорабатываем, мы какие-то среды еще теряем, мы где-то теряем молодежь, где-то, опять же, интеллигенцию и рассерженные городские среды. Есть над чем работать. А вторая новость, которая у меня есть, она тоже хорошая. Значит, анализируя выступления оппонентов, я должен сказать, первое, что конкуренция существенно увеличилась. То есть возросла, вот кто бы что ни говорил, но работать стало сложнее, математически стало больше оппонентов. Где-то они блокируются против нас, понятно, потому что электорат проще всего у нас откусывать. Где-то, значит, они работают по одному, где-то грязные компании, где-то нормальные. Но конкуренция стала выше, и это хорошо. Новые партии, на мой взгляд, выступили неплохо. Но почему? Потому что я, честно говоря, знаете, скептически смотрел на эту компанию, она же не федеральная. Я понимал, если бы была федеральная компания, они бы все туда ринулись и так далее. А здесь муниципалитеты. Но я по-хорошему удивился, что новые партии пошли в муниципалитеты. Это супер, это значит, вот этот результат об упрощении регистрации политических партий. Мы принимали этот закон не зря. И то, что кто-то взял скромные результаты в этот раз, кто-то их получил повыше, там, да, где-то набрали и 5% и получили мандаты и так далее. Но это же дело такое. Но самое главное, теперь гораздо меньше людей, в принципе, сможет сказать системе, что вы нас даже не представляете. Потому что можно сделать выбор из той номенклатуры, которая есть. А если пока нельзя, то в Минюсте там такое количество заявлений, которые сейчас рассматриваются. И мы же сняли все препоны, что будут зарегистрированы все. И самое главное, что за самые маленькие партии голосуют люди. Это значит, кому-то это нужно. Владимир Бурматов, Единая Россия. Вадим Соловьев, КПРФ. Ну, я хочу сказать, у меня огромный опыт участия в выборах. 22 года. И в разных ипостасях я участвовал. И как кандидат, и как руководитель юридической службы партии, и как замруководителя штаба избирательного КПРФ и так далее. Я хочу сказать, что с моей точки зрения, ничего общего с выборами, то действие, которое у нас происходило, вот в этой, не имеет. Не имеет? Не имеет. Так, по причине? По причине того, что созданы механизмы государственные, которые обеспечивают получение того результата, который планируется в Кремле через административные органы, через административный ресурс. Я хочу сказать, общественной организации КПРФ приходится бороться не с общественной организацией Единая Россия. Если бы это была общественная борьба с общественной организацией Единая Россия, мы бы их нокаутировали без всяких разговоров. Нам приходится бороться с государством, с государственной машиной. Значит, это и избирательные комиссии, и средства массовой информации, и губернаторские административные ресурсы, правоохранительные органы и так далее. Сегодня Единая Россия сама определяет выборы в лице государства, сама определяет правила игры, сама рассматривает споры, сама информирует избирателей через свои механизмы государственные, от телевидения в первую очередь, о ходе проведения выборов. Сама определяет, кто будет участвовать в выборах через избирательные комиссии. Сама, сама, сама. Это примерно, если на боксерский ринг выпустить Валуева, и против него выпустить пятилетнего мальчика, ребенка. Вадим, но КПРФ явно не мальчик пятилетний. Я имею в виду государство. Я понимаю. Если бы вышла Единая Россия пятилетняя, и пятилетняя КПРФ, от этой пятилетней Единой России не осталось бы ничего. Поэтому вот здесь вот самый сок всего того, что происходит. Значит, за время, когда наши уважаемые оппоненты большинство в Государственной Думе имеют, они полностью перекроили избирательное законодательство, то, которое принимало КПРФ, Яблоко и СПС в свое время, которое отвечало международным стандартам и прошли все экспертизы в Европе. А сегодня 87 поправок внесли за эти годы. Отменили порохявки, отменили дебаты, значит, отменили ответственность за административные паровозы и так далее, и так далее. Значит, поэтому от выборов сегодня осталась одна ширма и более ничего. Почему? Я вспоминаю нашего великого сатирика Задорнова, который сказал, если люди всю жизнь строили бараки, а потом им дать возможность построить дворец, а не построить большой барак. Это Вадим Соловьев, фракция КПРФ. Продолжим после краткого выпуска новостей. Ваше мнение на финам.фм. 19 часов 17 минут. Реальное время финам.фм. Здесь Владимир Милов, Владимир Бурматов и Вадим Соловьев. Итоги региональных выборов в России в центре нашего обсуждения. Звоните, пишите. Все средства связи к вашим услугам. На портале идет прямая веб-трансляция. Вот для меня, господа, главная новость, да, прошедшего голоса Аня, это ничтожно малая явка избирателей. То есть я это адресую и к оппозиции. Даже в большей степени к оппозиции. В конце концов, сейчас, может, кому-то не понравится, но Единая Россия, не знаю, там, Вадим скажет, это не так, но тем не менее. За счет административного ресурса, за счет других своих факторов, да, смогла собрать на избирательные участки людей, которые за нее проголосовали. А вот оппозиция, почему ты не смогла это сделать, Владимир? Ну, Юр, я согласен, это действительно одна из наших... Почему я не пинаю, да? У меня радости от этого нет никакой. Ну, надо признавать свои проблемы и ошибки. Я сторонник открытого разговора об этом. Я, конечно, согласен со всем, что говорит Вадим про фальсификации, но я не привык, я не из тех политиков, которые будут все время жаловаться избирателям на фальсификации, потому что если есть конкретные недоработки с нашей стороны, то это проблема. А они есть, и мы видим в том, что во многих регионах, ну, явка была просто неприлично низкой, и там меньше 20%, да, и так далее. Это просто не... Это значит, что оппозиция имела шанс людей выманить на избирательные участки и сказать им, что надо прийти, надо проголосовать, но не смогла этого добиться. А я считаю, что это возможно делать, даже в условиях информационной блокады, админресурсы. Поэтому, конечно, фальсификации были, но, честно сказать, вот я сторонник той точки зрения, что они дают какой-то ограниченный процент, там, ну, 15-20% результата они могут обеспечить. — Если вы перебиваете это высокой явкой, как, скажем, вот я все время вас адресую к опыту выборов ярославского мэра, второй тур 1 апреля, уже не было никаких президентских выборов, просто там, одиночные выборы и ничего, кроме них, да. Больше 45% была явка, достаточно высокая для местных выборов, у людей был интерес, они хотели идти голосовать, понимали, за кого голосуют, да, то есть это можно добиваться. Можно, кстати, и выигрывать, даже несмотря на админресурсы. — Так в чем? Пробуксовали-то? — Ну, есть, пока что, сейчас, вот еще раз, у нас идет смена поколений в политике, да, видно, что, вот я согласен с господином Бурматовым в том, что действительно есть интерес к новым партиям, они просто пока еще такие маленькие, слабенькие, да, им надо дать разгуляться, я думаю, что они себя проявят еще, а вот то, что к старым партиям действительно падает интерес, и вся эта уже известная линейка из, не буду перечислять, да, которую мы видим много-много лет, но она не возбуждает людей, вот они смотрят на нее, и вот не хочется им вставать, и в воскресный день куда-то там выходить, чтобы, как мне писали многие люди там в мой блог, да, ну, мы понимаем, почему у людей не возникает желания передать побольше мандатов там от Единой России, КПРФ или ЛДПР, потому что уже все много лет здесь сидят, и от перемены мест слагаемых там сумма не меняется, вот у многих людей такое вот мнение, а новые партии пока еще не очень успели себя проявить. Вы знаете, меня даже больше другое беспокоит, не политическая конкуренция, да, это очень важный фактор, и Вадим прав, ну, в общем-то, я не буду говорить в адрес Единой России те методы, которые она использует, да, в конце концов, есть юридическое, есть судебное разбирательство, вот пусть там и разбираются, да, при всех минусах нашего администрирования, меня удивляет другое, слушайте, на федеральные выборы люди идут толпами, «А здесь, это же твоя улица, твой город, твоя область!» Давайте я объясню, почему это происходит. Смотрите, ну, во-первых, явка не была маленькая, она была разная, это надо признать. Где-то она была маленькая, а где-то, как, значит, в Белгородской области она была за 60%. Это же тоже было, и это тоже было вчера. И вот этот феномен, почему в одном регионе она, значит, там 20%, а в другом под 60%, хотя вроде как никакой разницы нету, да, его надо анализировать. Второй момент. Явка всегда разная. Мы просто анализировали, вот где она низкая, мы смотрели, она там из года в год низкая, на муниципальных выборах всегда низкая. Почему? Сейчас объясню, секундочку. Но вы же понимаете, что политика — это политика. И при большой явке, и при маленькой явке ты должен сделать результат. Ну, если ты серьезный политик. Вот. И смотрите, почему низкая явка? Первое. Люди зачастую не понимают, чем занимаются их депутаты муниципального уровня. Они их не знают, они им неинтересны. И я вам просто открою секрет, если, может, кто-то этого не знал, но, по-моему, это совсем не тайна, что до недавнего времени «Единая Россия» выдвигала на муниципальные выборы до 90% всех участников. Можете себе представить? А потом говорят, а что вы их выигрываете? Так потому что мы ставим людей. Ну, у нас, правда, у нас чуть длиннее скамейка запасных, чем у остальных. Но ряд-то политических партий просто брезговал. Они, знаете, говорили, фии, муниципальные выборы, мы туда даже не пойдем. Вот этот вопрос муниципального фильтра на губернаторских выборах. Можно его ругать, можно не ругать, можно хвалить. Но я скажу одно, что сейчас партии поняли, что если ты не идешь в муниципалитет, если ты не идешь на землю, если ты не идешь к людям, а там же приходится насущная проблема людей, трубу прорвало, крыша прохудела. Простите, сортир будет убирать не Путин, а вот эти вот депутаты, мэры и так далее. То ты не пройдешь в следующий раз муниципальный фильтр. И потихоньку туда пошли. Поэтому муниципальный фильтр — классная вещь. Это я вот должен сказать, показали эти выборы. Пошли в муниципалитеты, слава богу. И не могу не прокомментировать, в адрес «Единой России» было сказано коллегой по поводу нарушения и так далее. Знаете, админресурс, вот такой качественный, кондовый админресурс. Знаете, когда я помню, помните, что такое был красный пояс губернаторов? Когда у нас все губернаторы были коммунисты. Вот тогда был админресурс, так админресурс. И включало его КПРФ. Но не было веб-камер, не было КАИБов, не было кучи наблюдателей и кучи СМИ на избирательных участках. Я сейчас должен сказать страшную вещь. Сильнее, чем «Единая Россия» в прозрачности выборов не заинтересован никто. Почему? Потому что посмотрите итоги голосования. У нас везде отрыв. Где-то он больше, где-то он меньше, где-то он вообще колоссальный. Потому что кандидат в губернатор набрал под 80%, или как в Тагиле под 90%. Но там и скандалов, кстати, никаких не было. Но я должен сказать одно, что вот эти вот факты, которые есть, поймали за хвост одного, поймали за хвост другое. Я коллегам хочу сказать одно. Если та папка с этими нарушениями, это не фуфло, которым можно трясти перед средствами массовой информации, а реальные нарушения, если она слишком тяжелая, я готов им помочь довести ее до здания суда. Потому что я в первую очередь, как единоросс, заинтересован, чтобы по башке получили все вот эти вот товарищи, кто занимался мухляжом. Потому что нам важны легитимные выборы. А тот результат и тот отрыв, который есть, мы его сделаем. Мы его сделаем. Эдиланин Бурматов, Единая Россия. Вадим, почему не возбуждаете избирателей? Все-таки как к старейшей партии обращаюсь. Старейшая ЛДПР, я вынужден внести поправку. Ну ладно, коммунисты уже век скоро будут праздновать своего основания. 1893 год. Ну вот, уже старик. Тогда мы, как консерваторы, празднуем 200 лет. Я уже думал, тысячелетие скажет. Куликовская битва. Значит, ну что я хочу сказать, Юра. Дело в том, что явка низкая на выборы, она вполне объяснима. У нас мобилизацион, особенно в регионах, мобилизационный характер нашего избирателя. И когда он чувствует необходимость прихода на выборы, когда его к этому стимулируют в первую очередь средства. Вадим, но улица своя же. Вот послушай, Юр. Значит, да, для менталитета наших городов крупных, то, что вы говорите, абсолютно понятно. Но у нас избиратель основной, это не Москва. А люди живут в малых городах, селах, в российской провинции и так далее. Они привыкли доверять и нашим средствам массовой информации, и нашей власти. И когда власть и средства массовые говорили, идите на выборы, идите, идите. Они приходят. А когда они не говорят, а сейчас Единой России не нужна явка. Им нужно 10-15%. Чем ниже явка, тем больше их результат. Если придет 40% на выборы, они проиграют по полной программе. Так, а что же вы их не приводите тогда, 40%? Такой шанс. Поэтому я объясняю. Я объясняю. Значит, я был на выборах в Твери. Практически никакой рекламы о том, что будут выборы, не было официальной. Одна, один-два публикации, может быть, больше половины избирателей вообще не знали о том, что выборы будут. Слушай, так вы, значит, зря просиживали в Твери. Что вы там делали? Зачем они на сентябрь месяц переносят единый день голосования? Да, чтобы на выборы еще меньше пришло, чем было. Тогда это их гарантия. Слушайте, ну хорошо. Это моя позиция. Теперь второй вопрос. Подождите, я бы, подождите. Теперь второй вопрос, Юра. Значит, вот уважаемый коллега говорил по поводу того, что они там много выставляют, 90% на выборах муниципальных и так далее. Ну да, правда, 95%. Да у нас, если поездить по легионам, а не брать Москву, Питер, там и это, у нас две партии. Есть партия буржуев, этих, олигархов и чиновников Единая Россия. Она везде. Везде, потому что чиновники везде. И есть в 70% населенных пунктов партия трудящихся. Коммунистическая партия Российских Федераций. Все остальные партии, это пуголовки. Есть головастик, головастик и все, в крупных центрах. В большинстве нету и не пахнет их, ими. Но для коммуниста, если он выдвигается на муниципальные выборы, очень часто это связано с тем, что он рискует потерять место на работе. Ребенок может потерять место в детском саду. Есть факты. Юра, о чем мы говорим? О чем мы говорим? Я руководитель юридической службы ЦК. Поэтому у меня собирается информация не только об увольнениях, об уголовном преследовании. И более того, о физических расправах. Просто на эту тему... Это же уголовные преступления. Естественно, естественно. Мы неоднократно на эту тему говорим, и я в Государственной Думе выступаю изредка. Привожу те факты, которые есть. Поэтому говорить о том, почему так происходит... Да потому что у нас система такая сегодня создана, которая только позволяет одной партии этого делать. Вадим, коротко, ответьте на мой короткий вопрос. Хорошо. Если они сволочи, да, вот обобща так, то почему своих не привлечь? То есть, ну, вы же прекрасно знаете, что электоральная база у КПРФ серьезная. Мне это порой не нравится, да, потому что вот этот вот левый фланг... Ну, вы сильны. Ну, почему вы не смогли сконцентрировать силы и вызволить их из домов? Юра, я объясняю. Значит, вот на том же Тверском примере. Все средства массовой информации, все блокированы. Ни одно телевидение местное не заявилось на выборы. Ни одна газета не заявилась на выборы. Мы использовали только нашу газету, которую мы раздаем, просто руками раздаем. Не берут печать даже, свою печать, чтобы их распространять. И листовки. Все. В этой ситуации мобилизовать свой электорат, прозвучать, чрезвычайно тяжело. Чрезвычайно тяжело. А в Твери у нас были выборы куда? В ЗАГС собрании или в городу? В городскую. В городскую. Вот смотрите, вот представьте себе, век назад Владимира Ильича Ленина, который сидит и жалуется. Ой, что-то явка маленькая. Ой, что-то в СМИ меня не пускает. Слушайте, вы оппозиция или кто? Вы что жалуетесь на жизнь? Потом партия буржуев пытаются какой-то сейчас ярлык на нас навесить. А господин Потомский, если мне не изменяет память, который в Брянске шел, который владелец кучи мусороперерабатывающих заводов, который миллионер, который проплатил, скорее всего, решение суда, сняли нашего кандидата незаконно. Я не вижу в этом никакого криминала. Это не криминал, это использование КПРФ. КПРФ, партия малого и среднего бизнеса. А вы партия сырьевых алисатов. Слушайте, подождите, я про адмресурс хочу сказать. Мы проплатили решение суда, сняли нашего кандидата Денина, промурыжили его, потом оказалось, что решение суда было кривое. Это Брянск. Это Брянск, да. Я хотел бы, чтобы Галера выбирал выражение, а то судья за такие слова может его за клевету возбудить. Да подавайте, конечно, конечно. Судья. А потом посмотрим, чем было мотивировано решение этой вашей уважаемой судьи. Да не нашей судьи, а судьи. Сколько было этой мотивации в мешках. Значит, потом его восстанавливают, и он выигрывает триумфально выборы, потому что никому ваш этот мусорщик, олигарх, которого КПРФ поставило себе, значит, в список, не нужен. Вот и все. Это Владимир Бурматов и Владимир Соловьев. Юрий, я одно слово хочу сказать. Одно. Я профессионал и страшно не люблю, когда непрофессионалы пытаются... Выносить решение о судьбе. Сразу после краткого выпуска новостей, Владимир Милов, мы уйдем на новости, и сразу первой ты будешь. Новости. 19 часов 31 минута. Большое реальное время. Финам.ФМ. Меня зовут Юрий Пронько. Коммуникации 65 10 99 6. Код Москвы 495. Номер многоканального телефона финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Смотрите, слушайте, и самое главное, участвуйте в разговоре. Владимир Милов. Я, во-первых, я сегодня удивлен, что не первый раз соглашаюсь с Бурматовым. Я согласен с ним в одной вещи, что, конечно, Владимир Ленин действительно никогда не скулил и не жаловался, что против него применяют админресурс. Был такой человек своеобразный. Но вот нам не хватает такого демократического Ленина, если хотите, который занимался бы реальной политической работой на результат, цивилизованный результат. У нас, к сожалению, очень много людей, которые скулят действительно в оппозиции. Мне это вот правда надоело, и я просто хотел бы, раз уж такой разговор конструктивный зашел, да, вот Владимир говорит о том, что он готов все сделать, чтобы обеспечить прозрачность выборов. Мы готовы несколько конкретных предложений для вас сформулировать. Если вы так вот серьезно за это беретесь, сделайте несколько простых вещей. Первое. Отмените к чертовой матери открепительное удостоверение, потому что всей стране известно, что по ним голосуют там согнанные насильно студенты и узбеки. Никаких реально, собственно, голосов граждан, которые там не попали. Факты есть. Те люди, которые хотят... Факты есть. Да, есть море реальных фактов. Есть куча заявлений от людей, которые не могли находиться на своем участке в день голосования, но они не могли, им было отказано в открепительных, потому что они заканчивали за несколько дней выбора. Это превратилось в массовый механизм фальсификации. Это первое. Давайте отменим. Второе. Давайте введем такую систему, когда, скажем, при несовпадении данных подсчета голосов на участке и данных, которые потом вносятся в газвыборы, где волшебным образом обычно увеличивается результат или Путина или Единой России, автоматически отменяется решение МЦИК. Сразу же результаты по таким участкам. Следующая вещь, которую надо сделать, запретить удаление наблюдателей, легитимно делегированных на участке, если они нарушают общественный порядок. Схема очень простая. Вы вызываете полицию, которая занимается на участке их охраны, как правило, они присутствуют. Вот если он уже нападает на полицию, ну давайте тогда разбираться с вопросом о нападении. Я категорически против того, чтобы вообще разрешать людям нападать на сотрудников полиции. За это действительно надо преследовать. Но 99,9% удалений наблюдателей это выдуманные истории. Никакого порядка они не нарушают. И полицейские в состоянии это проконтролируют. Я могу просто перечислять сейчас дальше. Просто вот я уверяю, что если такие меры сделать, то 15-20% голосов на этом деле Единая Россия потеряет. Мы, кстати, во время президентских выборов 4 марта проводили свой анализ, подсчет и выпустили доклад об итогах выборов этих. Где просто показано на пальцах, что 11 миллионов голосов Путин получил просто непонятно каким способом. Там завышенная явка в Кавказских республиках, открепительная, непонятный прирост голосования на дому, который невозможно рационально объяснить. Кстати, еще один там вопрос. Это мониторинг того, как люди голосуют с надомными урнами. Давайте вот, Владимир, у меня просто предложение. Мы направим вам конкретное, в очень конструктивном тоне выдержанное письмо. Какие нормы законодательства надо просто немедленно изменить и отменить, чтобы, соответственно, вот ликвидировать самые болевые точки в этом выборном процессе. Я за. Я за. Тем более, что у нас есть опыт нормального, абсолютно сотрудничества с оппозицией, причем не только с парламентской, но и с непарламентской оппозицией. Я просто напомню, как мы принимали вот этот закон об упрощении регистрации политических партий. Мы собирали тогда всех. Не всем это нравилось, что мы собирали всех за общим столом. Но это принесло свои плоды. И закон сейчас, как мы видим, работает. Но, Владимир, я не против, чтобы вы это направили, да? Но у меня есть, например, свое отношение ко многим вот этим вот вещам. Запрещать, например, людям голосовать на дому, но это, извините, хамство по отношению к этим людям. Не надо запрещать, но этот процесс надо упорядочить. Я согласен, вот в этом согласен, да? То, что касается вопроса отмены результатов по, значит, тем участкам, где были нарушения, абсолютно согласен. Но плюс к тому, что я должен добавить, что и прецеденты есть. Помните, на президентских выборах, да? Когда обнаруживали каких-то гавриков, которые в Каибы пытаются совать, там аннулировали на этих участках результаты выборов. Все. Ну, это единичные участки, где аннулировали. Нет, но это нормальная практика, на самом деле. А вы допускайте, что господин Путин получил действительно 11 миллионов голосов, непонятно каких голосов? Абсолютно нет. Я объясню, почему. Я объясню потом это тем, что вся социология, причем не только наша социология, любая социология, включая, например, Левада-центр, который нас ненавидит, она давала Путину тот результат, который он получил. Плюс-минус, там, расхождения были в 5%. Ну, серьезно. Ну, то есть вы отрицаете, да? Нет, этого факта просто нет. Его можно отрицать или не отрицать. Я просто, Вадим, почему задал этот вопрос, теперь вопросы к политику и юристу. Но, насколько я понимаю, вот подобные вещи, как то изменение данных, полученных по итогам подсчета и затем выносимых в электронную версию, да, это же уголовное преступление. Насколько я понимаю, это незаконный захват власти. Юра, я хочу сказать о чем. Да, я вот с уважением отношусь к нашим молодым партиям и их представителям. И вот их вера и наивность в то, что они напишут письмо «Единая Россия» примет, меня вызывает смех. Потому что мы уже вносили раз 20 эти предложения, о которых они говорили, они все время их режут. Они все время их режут, режут и режут. Значит, я лично вносил 5 законопроектов, как раз о чем уважаемый коллега говорил. Потому что любое, они сегодня так вычистили законодательство и продолжают его чистить, чтобы малейшие, малейшие какие-то положения, которые бы работали на оппозицию или на объективные выборы, оттуда брать, убрать, убрать полностью. И поэтому вот последние вот эти изменения с днем единым голосования. Значит, ну тут уже, как говорится, ничем невозможно его объяснить и прикрыть. И тем не менее, они его тащат, потому что явка 10% в сентябре месяце. Это тот результат, на который Единая Россия будет выходить через год. Теперь, значит, второе. Я ведь о чем говорю? Дело в том, что конкретная фальсификация сегодня, она никого не интересует. Это вагоны этих нарушений. Они у всех партий есть, они могут их представить. Они никак не отрабатываются, не работают. Я говорю о системе, о сложившейся системе, которая не обеспечивает объективное проведение выборов. Так а что делать? А теперь, а теперь несколько слов о законе о политических партиях. Значит, вот, уважаемые коллеги, тут, значит, много и долго рассказывают по поводу, значит, этого преимущества этих партий. 500 человек, можно их создавать и так далее. Ну, создали 12 коммунистических партий. Для чего? Чтобы откупить, оторвать на выборах у КПРХ по полпроцента. Когда, вот сейчас в Твери у нас было 3 коммунистические партии, участвовали. Оторвали у нас в общей сложности 2,5%. Куда уходят эти проценты? Такая система распределения, созданная Единой Россией, что получает преимущество та партия, которая набирает большинство. У нас не прошли яблочники, все спойлеры не прошли. Всего это дополнительно 8% голосов ушло Единой России. КПРФ свои голоса берет. Но пропорционально вы совсем ничего не получаете от этих 8%. Нет, практически да. Потому что они приняли такую систему, систему о том, что партия, которая собирает большинство, ну, уважаемый коллега уже упустился до таких выражений, которые говорят о том, что он абсолютно не разбирается в избирательном законодательстве. Если он такие вещи говорит. Сейчас мы с вами вместе разберемся. Можно? Я просто Вадиму хотел ответить, да, он там что-то про наивность говорил. Вот я просто несколько слов про наивность хочу сказать. Наивность тех людей, которые много лет ходят и голосуют, например, за ту же КПРФ как оппозиционную партию. У меня несколько простых вопросов. Первый. Почему КПРФ всегда кричит громко о нарушениях, вот, каких-то, где выявлено на участках, там, в целом регионе, но никогда не организует параллельный подсчет голосов и не говорит, а сколько украдено? Почему КПРФ никогда всерьез, например, Зюганов, ну, все вот реально по нашему докладу выходит, от которым я говорил о фальсификациях на выборах 4 марта, Зюганов выходил во второй тур, совершенно очевидным образом, да? Почему он не пошел защищать этот результат? Почему, когда люди вышли митинговать в декабре на Болотную и на Сахарова, добиваясь честных выборов в стране, почему Зюганов сказал, что это вот оранжевые угрозы, мы там не поддержим? Или вот вам простой, вы же из Твери, правильно, да, вот вам простой вопрос. Вас в Твери очень многие обвиняют, я там бывал, я знаю, да, это просто многие вот люди из Твери, которые нас слушают, они тоже прекрасно знают, что 4 года назад КПРФ получило большинство вот в этой самой Гордуме, которые сейчас новый состав выбирали. И что? Я в курсе, то есть. Слились, не ввели под Единую Россию, да, поэтому... На какие вопросы мне отвечать? Вы задали так много вопросов, и по любому вопросу я вас разгромлю. Вот я просто про наивность хочу сказать. Почему люди устали от старых партий и хотят новых и ждут, когда сильные новые партии появятся? Ну, потому что тоже надоело это лицемерие, когда вроде как играют в оппоненты Единой России с одной стороны, а с другой, в общем, живут в таком симбиозе и являются удобным спарринг-партнером, который кричит про нарушение громко, а за победу реально не борется, как Зюганов в марте. Вот хотя бы на Зюганова и Марта ответьте, пожалуйста. Значит, я отвечаю уважаемому коллеге, он, наверное, не знает о том, что мы с политической партией Яблоко дошли до Европейского суда, обжалуя результаты выборов. Не ваша партия, не ваши представители, а вот две политические партии. И то с большим трудом нас на одном этапе, мы Яблоко уговорили, чтобы они с нами прошли всю систему. Вадим, действительно, Зюганов даже мог дойти до второго тура. В 96-м году. Я хочу, в 96-м году... Не знаю, по словам Дмитрия Медведева, по-моему, он даже и выиграл. Я хочу, в 96-й год. На 96-й год. Не-не-не-не, это еще 12-й. За 917-й, за 917-й, ответьте. И с 17-й я отвечу, и все. Отлично. Это сказка, которую я придумал Джириновский и Слиска. На одной из Сванит за передач. Я был зам руководителя штаба Зюганова в 96-м году. Во втором туре Ельцин обошел Зюганова на 12 миллионов голосов. Хорошо, Вадим. На 12 миллионов. Послушайте меня, эти данные висят на сайте Центральной избирательной комиссии. Уважаемый коллега, молодой коллега с молодой партией может с этим ознакомиться. Да, мы доказали в суде примерно миллион фальсификаций. Но 11 миллионов осталось, о чем мы говорим. А теперь я хочу попросить уважаемого коллега по Марту, где их данные, юридически значимые, подтверждающие то, о чем он сказал. Так в интернете висит доклад. Это вы в интернете пойдете в Верховный суд. Так мы же не субъект избирательного процесса. Слушайте, это я за вас должен бороться. Это ваш Зюганов вышел во второй тур и никуда не пошел. Ни на Пушкинскую площадь, ни в суд, никуда. Потому что в интернете я видел в лучшем случае 2 или 3 тысячи протоколов в таком состоянии, что их вообще невозможно в суде показывать, если ты уважаешь себя. Да, представители несистемной оппозиции, они могут что угодно говорить и могут предъявлять в суде любую бумажку. Ерунду. И говорить, что это доказательствами является. А я профессиональный юрист. И каждый документ я смотрю с точки зрения приемлемости для суда. А не просто так разговоры. Вторая сенсация от меня за сегодняшний эфир. Поддержу коммуниста. Конечно, никуда, ни в какой второй тур в марте Зюганов не вышел. Он проиграл в первом туре. Это надо признать. Теперь по поводу того, что коммунисты предлагали реально по поводу выборного законодательства. Вот этот закон о упрощении регистрации политических партий, который, собственно, и создал вот это конкурентное поле, которое сейчас коммунистам не нравится, а новым партиям, наоборот, нравится. Я сижу просто рядом с коммунистами в Госдуме. И натурально берет слово, значит, депутат, мы сейчас не помним его, к сожалению, фамилию, и говорит, уберите эти 500 человек, сделайте хотя бы 5000. Мы боимся этих 500 человек. Почему они боятся? Это я цитирую, можно протокол поднять. Я серьезно говорю. Я отвечаю сейчас за свои слова. Мы уже через эти партии в 2000 году прошли. Значит, смотрите, чего они боятся. Они, коммунисты, привыкли быть монополистами. Вот они хотят приватизировать и монополизировать пыльный бюстик Ленина, красное кумачевое знамя, потому что почему? Это ностальгия. Они на этом сейчас живут, на этом их ядерный электорат. Им очень не нравится, что придет молодой, амбициозный, там, какой-нибудь удальцов, и через колено Геннадия Андреевича переломит. Благо, там переломывать, простите, уже практически ничего не осталось. Второй момент. Значит, что-то еще какой-то, вы тоже закон, уже забыл. Я хочу сказать, что это партия удальцовок, к сожалению. А, по поводу единого дня голосования. Прежде, чем пустить на выборы, проведет его через тюрьму. Да подождите, слушайте, единый день голосования. Знаете, вот говорят, типа, чего вы делаете на сентябрь? А хотите, я объясню, почему делаете на сентябрь? Очень коротко. Потому что, когда выборы у тебя, значит, в конце октября, и ты на них побеждаешь коммунист, не знаю, демократ, единоросс, кто угодно побеждает, он бюджет уже сверстать не может. Он должен работать с бюджетом, мэр города победил, а он должен работать с бюджетом, который принимал его предшественник. Куда ему засунуть свои предвыборные обещания? Вот скажите честно, он не может перед избирателями вообще. По весне, оставьте на весну. А как вы людям это объясните? Вы будете говорить, что извините, я ничего не могу для вас сделать, я пришел такой нарядный, я ничего не могу для вас сделать. А коммунистам почему не нравится? А, придется работать летом, а не играть в футбол в Ставропольском крае, это раз. Б, придется, я про Геннадия Андреевича, он любит это дело. Значит, Б, придется работать с избирателями не раз в году, как коммунисты привыкли, и не два раза в год, если весной и осенью, а круглый год. И для того, чтобы у тебя к осени, к выборам, чтобы ты потом мог сверстать бюджет, сформировать его и отвечать за свои слова, им же не надо за свои слова отвечать, нам приходится за свои слова отвечать. И тем новым партиям, коммунистическим, которые будут побеждать на выборах, придется отвечать. Ты мог сверстать бюджет, придется работать целый год с избирателями. Мы сейчас идем на краткий выпуск новостей, а затем ваши звонки и письма, уважаемые слушатели Финам.фм. 19.47, реальное время Финам.фм. Здесь Владимир Милов, Владимир Бурматов и Вадим Соловьев. 65 10 99 6, код Москвы, 495, номер многоканального телефона, финам.фм. Это, соответственно, наш портал в интернете для писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Сейчас буду вам зачитывать письма, которые в течение программы шли. Алексей Дыханов из Вологодской области пишет. Слушаю эфир и ужасаюсь гостям. Этим людям глубоко плевать на простых людей. Даже сейчас гости эфира кусаются за хлебные карточки противно. Вместо реального обменения усилий в политической борьбе в пустую сотрясают воздух. Я читаю письма без редактуры. Кто готов прокомментировать и ответить? Я готов. Алексей, я готов. Просто человек что-то не понял. Владимир Милов, Владимир Бурматов. Господа, только лаконично сейчас идем. Очень кратко. Демократия это представительство. Мы боремся за то, чтобы представлять интересы максимально большого количества людей во власти и отстаивать их интересы. Политика это всегда борьба. За власть не ради кресла, а для того, чтобы представлять во власти интерес максимального количества своих избирателей. Больше партий, больше интересов разных самых людей представленного во власти. Мы за это боремся. Я хочу сказать, Юр, что у нас прямо противоположные классовые интересы. Значит, у олигархов и чиновников одни, у трудящихся другие. И скрестить их не договориться практически невозможно. Поэтому, если посмотреть на те законы, которые Единая Россия принимает, значит, никаких сомнений нет. Другое дело, что гражданин не знает об этом. А когда разъяснишь, приходишь в трудовые коллективы, объясни их, зачем они жилищный кодекс приняли закон о платном образовании и медицине и так далее. Все становится на свои места. Слушайте, что вы бредите сейчас уже? Простите за резкое слово. Извините, пожалуйста. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло. Да, здравствуйте. Меня зовут Антон. Да, Антон. Хотел высказать свою точку зрения про единый день голосования. Да, если можно, лаконично. Это сделано для того, чтобы люди проголосовали, не приходя в то здание после лета. И про бюджетный процесс. Конечно, прекрасная придумка Единой России. Но если кто хоть знаком чуть-чуть с этим, то бюджетный процесс начинается чуть ли не в апреле месяце. Так что это все вранье. Спасибо. Спасибо. Можно? Я просто как один из пострадавших, потому что, конечно, действительно неудобно этот единый день голосования. Я хочу сказать, чтобы, опять же, не сводили оппозиционеры все к жалобам на то, что, ах, как плохо, нас опять поставили в такие условия. Это действительно очень неудобно, потому что пик агитации приходится на август, и июль никогда никого нет. Но, с другой стороны, как мы сейчас поняли, я, опять же, сторонник того, чтобы делать выводы из-за ошибок и исправлять их в следующий раз. В общем, работают длящиеся агитации, которые вы ведете годами. Работаете в своих территориях, работаете с своими избирателями. Они вас знают. Если вы к ним вышли в начале сентября, они уже узнают, кто это, да, и не надо рассказывать несколько месяцев, там, вообще, кто ты такой и откуда взялся. Вот если мы будем на таком принципе работу строить, я не думаю, что единый день голосования будет для нас огромной проблемой. Хотя, конечно, это усложняет работу. Так что, мне кажется, это вот еще тот случай один, когда, в общем, лучше не жаловаться, а все-таки как-то рукава закатать. Я вот... Сейчас вопрос Владимиру Бурматову. Вы знаете, неделю тому назад, или две недели, правильно, тому назад, меня очень сильно возмутил глава Адмуртии, господин Волков. Его обращение. Персональное. Он даже не скрывал, да, к кому он обращается. Вот объясните мне, как это происходит? А что там было? И, ну, этот господин, который не первый раз, кстати, попадается на этом факте, да, открыто говорил о том, что главы городов, главные врачи больниц, директора школ несут персональную ответственность за победу партии «Единая Россия». Ну, это хамство и безобразие. А вот я искренне задаю вопрос, почему такие люди у вас еще остаются? Вот два раза его поймали. Это не первый раз. Помните, Агашин, сити-менеджер, так же выступал. Можете вот мне объяснить? Я еще раз, я и другие, значит, могу примеры. Он же вас подставляет, на самом деле. Подставляет по полной программе причем. Подставляет по полной программе. И сидит ровно на пятой точке. Сидит ровно на пятой точке. Значит, я сейчас могу только свое отношение к этому выразить, потому что я не руководитель партии, и орг-решение в отношении этого товарища принимать не могу. Но я еще раз хочу повторить, что это хамство и безобразие по отношению к избирателям. Кстати, наш сейчас радиослушатель тоже, ну, нельзя его критиковать, да, но он сказал вещь абсолютно неправильную. Люди, не приходя в сознание после отпусков. Ну, нельзя так неуважительно к людям относиться. Все все понимают, все разбираются, что господин Потомский от КПРФ это обычный миллионер-мусорщик и так далее. Но вот то, что сделал этот чиновник, да, Волков, который там инструктировал этих людей, я считаю, для нас это недопустимо. Он уронил нам рейтинг, ну, процентов на пять как минимум. Две недели тому назад точно вспомнил, когда это было. Юра, я хочу сказать... На публику это сказал. А губернаторы собирают глав администрации, директоров школ, больниц и так далее. Простите за цинизм. Им хватает туманей под камерой это делать. А этот деятель второй раз это делает. Ну, губернатор не собирают директоров школы. Дело не в том, что он сказал. Понимаете, исключение только подтверждает правило. А дело в том, что система эта создана такая, что губернатор и все остальные ниже стоящие начальники, у них единственный критерий их работы, это обеспечение того результата, который им спускают сверху. Вот у меня вопрос. Вот и все. А депутат-коммунист Виноградов, если не ошибаюсь, да, он тоже собирал директоров школ. И он тогда им про что рассказывал? Что надо голосовать за Единую Россию или что за КПРФ надо голосовать? Вы мне вот поясните, пожалуйста. Я насчет депутата Виноградова ничего не могу сказать. О Виноградове после эфира вы поговорите. Нет, это очень интересно. У нас нету такого депутата во Франции. Я сам не поддерживаю Единую Россию. Господа, я сам не поддерживаю Единую Россию, пишет слушатель. Андрей, но в битве оппозиция против Единой России поддерживала в большей степени Единую Россию. Оппозиция никакая. Постоянно жалуются на то, что им где-то кто-то мешает. А кто мешает поднять людей в воскресенье с кровати и отправить за них за оппозицию голосовать? У каждого подъезда стояли охранники с дубинками от Единой России. Нет. Хочу, чтобы Владимир Милов прокомментировал. Ну вот действительно, я уже говорил о том, что вот этот имидж такого плачущего меньшевика, да, он оппозиции очень вредит. Поэтому, когда идет вот этот поток жалоб, что нас обидели, нас там не пустили, ну на избирателей это плохо влияет. Люди воспринимают это так, что вы слабые, вас избили опять, мы за вас точно голосовать не хотим. Поэтому еще раз, я предпочитаю, вот об этих вещах мы, конечно, будем писать, там подавать в суды, публиковать доклады, но я предпочитаю думать о том, как вывести больше людей на выборы, чтобы они все-таки проголосовали за достойные политические силы. Вот это главное, низкая явка, это главный нам урок. Мы не смогли пока этого сделать на вчерашних выборах. Юра, я хочу сказать, через несколько лет, когда коллега поучаствует в выборах, значит, я тоже был такой лет 15 назад, как он. Слушайте, ну Вадим, ну давайте без этого, Вадим, Вадим, давайте, я был еще и не такой 15 лет назад, так что давайте без личных наездов. И без этих плачущих меньшевиков, я просто говорю о том, что вы, Гордан, кричите про нарушения, а иске не подаете, защищать свои голоса не хотите. Значит, я хочу сказать, что вы абсолютно не знаете истинного состояния. Там партия подает до трех тысяч исков о нарушениях. Вы просто не знаете об этом, и поэтому придумываете. Вадим, сколько в процентах выигранных дел? В процентах, я хочу сказать, одно из сотни, в лучшем случае. В лучшем случае. В лучшем случае, конечно. Несут туфту. Да, добрый вечер. Потому что суды у нас такие. Да, как вас зовут? Добрый вечер, Вадим меня зовут. Да, Вадим, пожалуйста. Вы знаете, я вот глубоко уверен, глядя на сегодняшнее обсуждение и на то, как ведут оппозиционеры так называемые, извините за выражение, дебаты. Пока в оппозицию не придут настоящие серьезные отраслевые специалисты, которые объяснят населению, какой бандак творится во всех отраслях. Кто выгодоприобретатели, ну или бенефицит. Почему повышение тарифов, цен и так далее. Почему падают самолеты, почему разваливаются мосты и электростанции. Что строится в стране, до тех пор мы, к сожалению, не сможем не поддержать так называемую оппозицию, которая сегодня существует. Потому что надо оппозиции понять, чтобы объяснить народу, что вот этот, извините, как называют мои друзья отраслевые специалисты, путинский бардак, коснется каждого. Кто-то сгорит в хромой лошади, кто-то упадет на самолете, кто-то утонет на Булгарии на очередную и так далее. Потому что путинский бардак реализуется четырьмя простыми понятиями. Безответственность, некомпетентность, воровство и коробство. Где большое самое количество было погибших людей? Ну, давайте возьмем пример. Крымск, да? Безответственность, некомпетентность. Это значит, не выделялись деньги на финансирование правного предупредительного работ по расширению русел, правного предупредительного работ по безопасности от наводнений. Да, Вадим, спасибо. Понятно, простите то, что прервал. У нас три минуты до завершения этого эфира. Кто готов? Ну, давайте, да. Владимир Милов, лаконично. Это ровно то, чем наша партия занимается. У нас достаточно профессиональная программа по как раз самым разным направлениям и отраслям нашей жизни. Извините, что мы не дошли с ней еще до этого конкретного избирателя, который, видимо, не в курсе. Она доходить. Да, может быть, это наше упущение. Готовы будем лично с ним поговорить. Напишите мне, пожалуйста, миловсобакадемвыбор.ру А я, кстати, знаете, вот в одной части соглашусь, что действительно, если бы диалог с оппозицией был содержательным, то есть говорили бы о конкретике. Не одни о том, что у нас все плохо, а другие о том, что у нас все хорошо. А конкретно. Вот отраслевой диалог. Абсолютно. У нас, тем более, с коллегами из КПРФ, вот я в комитете по образованию работаю, у нас такой диалог получается, например. Я вам просто в качестве примера. Вас обвинили в платности образования. Но он говорит тем более, простите, забыл ваше имя и отчество. Коллега говорит, что мы приняли закон о платности образования. Он просто соврал. Ну, извините, но он соврал. Никакого закона о платности образования нет. Более того, в статье закона об образовании специально вписано, что мы сохраняем все гарантии бесплатного образования. Более того, они расширяются в соответствии с новым законом образования. Извините, это ложь. Значит, Юра, вот уровень диалога и уровень дискуссии вот к этому сводится с единорешцами. Они не способны дискутировать, сводят к тому, что вот ложь, что вы это и это. Начинают обвинять коммунистическую партию во всех грехах. Уровень их дискуссии. Значит, Олег Николаевич Смолин у нас первый заместитель председателя комитета по образованию. Вот он читал лекцию недавно в университете в Тверском. Значит, он об этом и сказал. Главная цель преобразования в сфере образования, которая проводится, реформа, это переход на платное образование. Ну, значит, Смолин соврал и на лекции. Ну, вот видите, даже Смолин, даже Смолин, для него, для этого коллеги тоже врет. Что вам можно врать, а Смолин нельзя? Иван Иванович Мельников врет и все остальные, да, специалисты, которые на голову у вас выше в образе образования. Значит, я дискутирую, когда провожу дискуссию, я со своими коллегами с комитета по конституционному законодательству, мы никогда не переходим на вот такие отношения, да, что вот кто-то врет, там это. Разные точки зрения, разные подходы, разные видения проблемы. И в ходе этой дискуссии вырабатывается какой-то консенсус, подход. А если человек пытается, находится в комитете по образованию и пытается анализировать избирательную систему, которую он имеет, самое косвенное отношение и представление о том, что там происходит. Слушайте, я заведующий кафедрой политологии в крупнейшем университете страны. Вот у нас и получается вот такой диалог. Вы извините, нам книжки читать надо. Но, тем не менее, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время прийти сегодня в реальное время. Здесь были Владимир Милов, Владимир Бурматов и Вадим Соловьев. Ну, вы все слышали, дамы и господа. Тему прошедшего единого дня голосования мы продолжим уже в следующем часе. В итоге дня, сразу после краткого выпуска новостей, нашими собеседниками первыми будут Олег Шахов, избранный мэр подмосковных Химок, и Владимир Рыжков, сопредседатель РПР «Парнас». Спасибо.